Без надежного тыла не могло быть никакой победы. В годы Великой Отечественной войны для страны таким тылом стало Преамурия. Сегодня мы с вами перенесемся в Благовещенск тех военных лет и расскажем, как амурчане помогали приближать победу. Без интернета все важные новости узнавались здесь. В советское время по адресу Ленина 142 находилась телеграфно-почтовая контора. Сюда и пришло сообщение о том, что началась война. Алифтина Мельникова. Она тогда была единственная в нашем городе, кто был выполномочен принимать сообщения от ТАСС. Именно она и приняла это сообщение. Времени на эмоции у нее не было. Для начала нужно было передать это известие дальше в Приморье и Хабаровский край. Вообще за первые три часа в военкомате города Благовещенска оказалось 200 заявлений от амурчан, которые были готовы идти на фронт защищать свою родину. Ведь выпускной был 21 июня, а 23 числа бывшие школьники уже стояли на пороге военкомата и просили взять их на фронт, защищать свою родину. И, наверное, все, кто учился или учится в этой школе, это сейчас Алексеевская гимназия, а в годы войны это была школа имени Калинина. И учеников называли калининцами. Знают историю о том, что вот эти вот огромные сосны посадили ребята, которые ушли отсюда на войну. Многие предприятия пришлось переоборудовать для выпуска военной продукции. Амурчане самоотверженно трудились для нужд фронта. Так в мирное время завод «Амурский металлист» изготавливал оборудование для горнодобывающей, угольной и золотодобывающей промышленности. А во время войны здесь производили гранаты и другую оборонную продукцию. Трудились в основном женщины, старики и дети. Для производства ручных гранат, лимонок, нужен был песок. Его работники завода самостоятельно возили с берега реки Зея. А на этом квартале располагалась швейная фабрика. Коллектив предприятия с первых дней перешел на выпуск военной продукции. Шили для фронта, шили для победы. А потом было такое долгожданное известие – победа. Благовещенцы вышли на улицу, плакали, смеялись, обнимались, поздравляли друг друга. Это была их победа, победа каждого из них. Того, кто задержался на смене и сделал лишнюю гранату. Того, кто вместо похода на речку в солнечный летний день до утра работал с друзьями на поле. Того, кто отдал свой зимний полушубок, потому что там нужнее. Это была победа каждого из них, за которую мы будем бесконечно им благодарны.